Помните, вот этот кадр, где из GTA 6 на дорогах общего пользования происходила какая-то вакханалия? И нет, это не просто кадр из игры и не пародия на Форсаж, а реальное отражение того, что происходит на общественных дорогах в США прямо сейчас. Безумное сжигание резины, угоны и поджоги автомобилей, полиция, драки и даже человеческие жертвы. Для одних это часть культуры, другие считают эту деятельность незаконной и хотят её прекратить как можно скорее. Всё это сайдшоу и с каждым годом в Калифорнии популярность их всё возрастает. Сейчас эти мероприятия собирают сотни водителей и зрителей и обычно длятся всего несколько минут. И хотя их часто сравнивают с фильмом Форсаж, гонки там проводятся редко. Но это не мешает сайдшоу заходить очень далеко, слишком далеко. Само по себе это нечто дикое. Буквально каждую неделю появляются десятки новостей о том, как на подобных мероприятиях нелегально перекрывают дороги, угоняют машины и даже происходят перестрелки со смертями. Но как ни странно, начиналось всё это не совсем так. Когда-то это было не опасной тусовкой, на которой можно было купить запрещенные вещества, сесть в тюрьму или даже погибнуть. Когда-то давно это были спокойные вечеринки в формате автомобильного шоу, которые начались на парковках торговых центров в Окленде в 80-х годах и на которых никто тогда не дрифтил. Вообще-то это не дрифт, а обычные пончики. И когда сайдшоу впервые появились на улицах Окленда в середине 80-х, то их действительно никто не крутил. Первые сайдшоу изначально были обычными автомобильными сходками, где люди собирались на стоянках торговых центров. И изначально смысл сайдшоу заключался в одной единственной цели. Люди просто демонстрировали свои автомобили окружающим. И в то время это обычно были маслкары 60-х и 70-х годов. Никаких пончиков, нарушений законов или захвата улиц. Ничего из того, что вы слышали про сайдшоу сейчас. В те времена владельцы просто показывали свои тачки, которые были их гордостью и которые приносили радость местным жителям. Но кто был участником этих сходок? Обычно это были люди младше 21-го года, которых все еще не пускали в ночные клубы. И так все и было первое время. Но вскоре популярность сайдшоу начала набирать обороты. На месте сходок люди устраивали вечеринки, продавали всякие вещи собственного производства и, конечно, делились музыкой. Потому что тачки и музыка, конечно же, неразрывно связаны. Ну а в 90-е годы сайдшоу стали настолько популярны, что про эти мероприятия даже упоминали в песнях. Например, трек Bay Area Ричи Рича вообще стал по сути гимном этого мероприятия. Да и вообще, подобные сходки в то время часто посещали рэперы и другие представители хип-хоп-сообщества. Но что произошло потом? Почему из мирных тусовок молодежи сайдшоу превратились в настоящие захваты улиц, да еще и с оружием? Со временем сайдшоу начали меняться. Как вы уже поняли, они превратились из тихих и спокойных в громких и дерзких. Водители стали лихачить и опасность их выходок со временем только росла. Но делали это уже не те ребята, с которых все начиналось, а новички. Ими были парни на дешевых тачках. В основном это были мустанги. Да, мустанг в США это дешевая тачка. Они пытались чем-то выделиться на фоне окружающих и начали делать те самые пончики. А потом на участников сайдшоу обратило внимание полицейское управление Окленда. Никто точно не знает, с чего именно это началось. Одни говорят, что это было последствием подобных выходок, а другие, что на одной из таких сходок в середине 90-х погибла девушка. Но каким бы ни был точный момент, меры со стороны полиции были очень быстрыми. Были приняты новые законы, которые криминализировали не только участников, но даже зрителей сайдшоу. Их могли оштрафовать и даже арестовать просто за просмотр. А еще через несколько лет, а именно в 2005 году, появилось постановление, которое позволило полиции навсегда конфисковывать любой автомобиль, непосредственно участвовавший в стрит-тейковер. Но каждое действие рождает противодействие. В ответ на это люди не только не закончили проводить сайдшоу, а наоборот начали приносить туда оружие и торговать всякими запрещенными веществами. А иногда на этих мероприятиях даже вспихивали драки с перестрелками. В общем, благодаря полиции сайдшоу стали еще более криминальными, чем были до этого. Ну а теперь, когда бумеры закончили свои монологи, пришла пора с зумерам рассказать новейшую историю сайдшоу. А именно о том, как зумеры разбивают, поджигают, угоняют дорогие или не очень автомобили. По словам участника тех самых первых сайдшоу, то, что происходит сейчас, это настоящий стрит-тейковер, то есть захват улиц. А настоящие сайдшоу того времени остались в прошлом. Как он говорит, если там есть красивые и чистые машины, привлекательные женщины, это сайдшоу. Но если это куча ведер и толпа накуренных чуваков, которые выделываются на показ, это совершенно другое. Это и есть стрит-тейковер. В конце нулевых даже предлагалось вывести сайдшоу из тени и превратить их в официальные уличные вечеринки. Сторонники законопроекта утверждали, что на этом можно даже зарабатывать деньги, продавая на мероприятиях разнообразный мерч и еду. Но идея провалилась. Вместе с этим сайдшоу, несмотря на свою опасность, вышли за пределы Окленда и стали набирать популярность в других городах, таких как Лос-Анджелес, Канзас-Сити, Детройт, а также во многих городах штата Техас. Сейчас развлечения на сайдшоу включают в себя уже упомянутые пончики и так называемый гаустрайдинг. Это вождение автомобиля с открытыми дверьми и вылезанием наружу, иногда даже на капот или на крышу, прям как в том самом трейлере GTA 6. Обычно все это проводится на перекрестках или парковках под покровом ночи, но далеко не всегда. Например, вот эти ребята захватили мост средь бела дня и довольно долго крутили на нем пончики. Но если вы думаете, что полиции нет до этого дела, то ошибаетесь. Они тоже не стоят на месте и даже создали специальный отдел по борьбе с уличными гонками. А еще завели свой аккаунт в Инстаграме, где постоянно публикуют фотки конфискованных тачек. Это все мне напомнило Need for Speed Travel своим сюжетом. Тем самым они пытаются запугать участников, заставить их остановиться. Кстати говоря, конфискация на 30 дней стоит целых 2500 долларов. Но ничего из этого участников, как вы уже поняли, не останавливает. А если тачку действительно конфисковали, что происходит не так уж часто, то многие просто не забирают свои машины, особенно если они стоят недорого. Или сильно разбили. Походу именно так моя Toyota GR86 попала на аукцион. А еще в дело часто включаются полицейские вертолеты. Но даже они не в силах остановить сайд-шоу. Участники просто разъезжаются в разные стороны, тем самым запутывая пилота. А потом они собираются в новом месте. Прямо как во втором форсаже. Но как вообще все это организуется? Как люди узнают, где будет происходить тейк-овер? Все просто. Социальные сети. Организаторы, то есть люди из клуба вроде Taking Cover, которых существует довольно много, постят в своей соцсети локацию, на которой будет проходить сходка. Эта информация вообще не особо скрывается. Так что каждый желающий, даже тот самый отдел по борьбе с уличными гонками, может узнать, где произойдет следующий захват. Но как полиция настигает нарушителей, те переезжают в новое место и сообщают о нем аудитории. И так по кругу. За ночь сайд-шоу может проходить на 10 локациях, и даже больше. Полиция и сейчас продолжает с этим бороться. Как уже говорилось ранее, иногда сайд-шоу может стать прикрытием для криминальных элементов. Кто-то может приторговывать всяким, кто-то угоняет чужую машину и потом поджигает ее прямо посреди дороги, а кто-то, пока все внимание приковано к зрелищу, устраивает беспорядки, грабит магазины или просто занимается своими заказными делишками. Сайд-шоу часто выступает подобным прикрытием. Из-за материального ущерба, перестрелок и даже смертей правоохранительные органы Калифорнии приняли дополнительные меры для подавления этой незаконной деятельности. 11 июня 2023 года полиция Оклахома-Сити арестовала более 110 человек, участвующих в стрит-эковер, а количество присутствующих автомобилей варьировалось от 75 до 100, и более 50 из них были конфискованы. Именно после этого городской совет Окленда принял постановление, что непосредственные участники сайд-шоу могут получить штраф до 5000 долларов, или даже сесть в тюрьму. Одновременно с этим департамент полиции Окленда и департамент транспорта города Окленда совместно инициировали программу по установке лежачих полицейских в местах, где обычно проводится сайд-шоу. Но это не помогло. И всего через месяц, а именно 23 июля, в Сьетле во время еще одного захвата одного из перекрестков была убита 20-летняя девушка, и застреляны еще трое других участников. После этого в августе правительство решило увеличить штраф даже для простых зрителей с 500 долларов до 1000. Но это еще не все. В феврале 23 года произошло самое крупное задержание в истории мероприятия. Были задержаны более 150 человек и конфискованы 90 автомобилей. Несколько дней спустя шериф объявил, что никто не вернет свои автомобили, пока их дело не будет рассмотрено в суде. Но несмотря на хаос, который творится на этих сходках, люди продолжают объединяться в клубы, они готовятся к мероприятиям, тренируют свои навыки, а еще их пример вдохновляет многих людей по всему миру, например, в Японии и Аравских Эмиратах. Но главное, вы не берите с них пример. Сейчас сайдшоу переросло уже в настоящую субкультуру. Участники это уже не те подростки, которых не пустили в клуб. Это люди разных возрастов, рас и национальностей. В жизни это обычные ребята. Кто-то из них водит скорую, другой работает с компьютерами. Но всех их объединяет одно – любовь к машинам. Что же, спасибо за просмотр. Спасибо Сереге за помощь в работе с этим видео. Переходите на его канал Artworks, на котором вы узнаете кучу интересных автомобильных историй. А также я хочу огромное спасибо выразить Грише Савоськину за идею этого видео. Переходите на его канал и смотрите его автомобильные ролики. Там тоже много интересностей. Подписывайтесь на меня. Телега Бусти все как обычно. И пока.